Вот крем для чистки металлических поверхностей, им можно обрабатывать и кастрюли, и плиту, и даже отбелить ложки. Берем немного средства, наносим на почерневшую посуду, на соловые приборы почерневшие. Видим, что ложечки, вилочки, они темнеют со временем от чая, еще от чего-то, от каких-то продуктов. В общем, со временем, от чая, да, в основном, ложки оставляем в чае, в общем, немного средства наносим на приборы, вот так вот все это намазываем и оставляем на несколько минут. Ну вот у нас прошло уже несколько минут, и на примере ложки я вам покажу, что происходит. Значит, мы ее берем, губку, и хорошенечко потом вытираем то, что отбелил, очистил наш крем. Ну понятно, что удобнее это все делать под водой, в раковине, вот, но, в общем, суть, главное, что я вам передала. Насколько хорошо, видим, да, снимается вот эта чернота, и в итоге у нас получаются красивые чистенькие ложечки, такими, как когда-то мы их принесли из магазина. Такс, вот она у нас первая, я сюда принесла еще чашечку с водой. Вот, примерно, чистая она, с полосной водой будет выглядеть так. Какая тут у нас еще была черная грязная, вот ее видно, да, и вот мы с ней проделываем то же самое, и вот видно, как вот эта чернота, просто я тру губкой, полежали одни где-то у меня, наверное, минуты три. В общем, вот это все, вот оно снимается. И получаются у нас красивые чистенькие ложечки. В общем, вот, примерно так это все будет выглядеть. Не буду я здесь на видео чрезмерно усердствовать и терять перед вами каждую ложку. В общем, суть вы того, как это работает, поняли. Сейчас еще раз покажу этот крем, какой у него артикул. Вот, под водой это, конечно, все удобнее делать. Вот, вот, вот. Она у нас теперь вот такая красивая. Да, то, что было, и то, что стало. Красивая чистая ложка. Значит, артикул у крем-чистки для металлических поверхностей у нас 111,58. Все, заказывайте. Продолжение следует... Продолжение следует...